Забили тревогу. Общественники просят спикера регионального парламента взять под личный контроль реконструкцию сгоревшего ТЮЗа. Напомню, ранее облик исторического здания обеспокоил саратовских архитекторов. Тогда заявили, ТЮЗ теряет свой первоначальный вид. Во время работы изменили карнизы и крышу здания. Останется ли в итоге театр юного зрителя таким, каким его привыкли видеть саратовцы, выясняла наша съемочная группа. Выступающая часть над резолитами, то, как выполнена кровь, она не соответствует исторической оригиналу. Уже постфактум саратовские чиновники подводят грустные итоги. ТЮЗ уже не тот, что раньше. И дело даже не в пожаре. Что не уничтожил огонь, завершили строители. А саратовские архитекторы еще несколько недель назад дружно схватились за головы. Как можно было так отойти от проекта? Ведь по официально заверенному документу ТЮЗ должен был стать таким, как прежде. В этом проекте крыша у ТЮЗа была такая же, как она была до пожара. И то, что сделано сейчас, когда выгромозили профнастил на Аттике, это является нарушением проекта, нарушением той документации, которая прошла согласование в историко-архитектурной экспертизе. О том, как меняется облик ТЮЗа от строительных работ, забеспокоились и общественники. Владимир Гущин направил спикеру областной думы обращение. Просит взять строительство под личный контроль. Говорит, всем и так ясно, исторический облик потерян. Не осталось уникальных карнизов и лепнины. А что сделали с кровлей вообще немыслимо. Можно посмотреть на кровлю, которая просто не та, которая должна быть. Не тот материал. Использовано профильное железо красного цвета, которое не может быть при реконструкции этого здания. Утерянные карнизы исторические этого здания. А вот уникальную настенную роспись уже не восстановить. В Министерстве культуры выразились ясно, на такие мелочи денег нет. Надо думать о том, что важнее. К примеру, о крыше. Министр Светлана Краснощекова уверена, проблема надумана. Кровлю сделали на время. Необходимо было сделать перекрытие крыши, чтобы лишних осадков не попадало, потому что где-то уже началась отделка гипсокартона. Безусловно, чтобы это не намокало. Мы видим, какое лето. Постоянно идут дожди. Противоречит министру ответственность за реконструкцию ТЮЗа зампред. Валерий Сараев говорит, как сделали, так и останется. Зачем менять то, что уже готово? Она не будет концептуально изменена, и какие-то лишние затраты по ней проведены не будут. Она останется в той форме, которую имеется на сегодняшний день. С небольшими изменениями. Но это же не соответствует историческому так доволению. А у нас нет на сегодняшний день точной копии или варианта, из которой было изначально сделано ТЮЗ. Совсем другие данные у главы управления по охране объектов культурного наследия. Владимир Тарновский говорит, вот те фото, что нужно использовать. Здесь четко видно, какая лепнина, какие карнизы. И выдумывать здесь нечего. Фасад и та часть кровли, которая видна с улицы Вольской, она несколько отличается от существующей конструкции нынешней. То есть боковые резолиты и центральный резолит, увенчанный фронтоном, они возвышаются над уровнем карнизного свеса. Сейчас новая кровля значительно ниже водосточных труб. Специалисты беспокоятся. Это может привести к тому, что при серьезном ливне фасад намокнет и развалится. Между тем сроки поджимают. Здание должны отреставрировать к концу этого года. Правда, будет ли оно похоже на привычный саратовцам театр юного зрителя, остается неясным. Елена Петрова, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.